привет друзья сегодня в гостях у нас корреспондент ондра с чехии с праги приехал в харьков по своим делам корреспондент деловой газеты очень большой любитель пиво и пивоварение сам дома варит дал запрос facebook в группу я с удовольствием откликнулся пригласил к нам на пивоварню вот и с удовольствием сейчас принимаем спасибо большое гости как впечатление ну отлично 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 то есть конечно видео очень много разных пивоварен это очень симпатично маленькая да ну да маленькая не гиганты на хотел у вас как раз пользуясь случаем делаю я вот разные видео с нашими пивоварами встречаюсь разговариваю на пивзаводы разные там пивовар не езжу очень хотелось съездить в чехию потому что как бы мой первый учитель я его считаю своим учителем по его канонам я пивоварение все изучал глава чек лавати колхоцкий до легенды и как бы базовый основной труд всего пивоварения там от и до все расписано и конечно мечта съездить чехию там германию в европу вообще съездить тоже посмотреть пообщаться но тут такой случай вы оттуда да вот интересно узнать как там дела обстоят я понимаю что там крафтовая не крафтовая пивоваренная история огромная и с вековыми традициями а как делать обстоит с с крафтовым движением скажем так с изменением ну на самом деле потому что именно у нас вот эта традиция нам все таки блязинское пиво да там в половине 19 века сварено там и помышленных пив вообще-то очень неплохо да и соответственно тут такой парадокс например по сравнению с поприличнее сказать да мне не очень да то это породило огромную волну домашнего пивоварения которое вернулось в огромное теперь количество крафтовых всяких ремесленных как у нас да и а у нас через вот эти как бы барьеры в принципе так и приличного пиво пиво полно приличного хорошего зачем как бы нам пробовать еще а вдруг не понравится надо но другой стороны надо сказать что уже лет ну наверно 10 все таки что-то происходит я отслеживал например эту ситуацию в украине и мне кажется где-нибудь на годика-два впереди если так сказать что касается как бы разнообразия количество хотя может быть уже дистанция уже как бы исчезла но в принципе те мини пива которые хорошие ремесленные они чувствуют себя вполне нормально и скорее теперь происходит вторая волна что люди перестраивают свои производства укрупняются расширяются сильно причем значит просто есть просто понравилось фактически как бы вот мы недавно сидели с друзьями как раз тоже часть из них самые пивовары и в принципе обнаружили что из тех хороших которые условно говорят штук десять последний год на то фактически все сейчас работают на пределе своих мощностей вот ну и все равно что-то с как бы лежаки все то есть лагера ну конечно ни одна из мини пивовары ну за редкими исключениями которые наверное можно посчитать на пальцах одной руки а не обходится без лагеря потому что это классика это классика и и без этого невозможно это понятно но как бы это же вообще трудная дисциплина своей как бы хороший правильный чешский лагер да то есть там любая ошибка и все и так что тех которые умеют делать действительно очень хорошие лагер именно лагер еще меньше чем есть а другие скс специализируют на основном и во верхнем выражении на всяких эйлах там пшеницах и так далее довольно таки уже для разнообразия людям тоже интересно вот вы же говорите пшеничку любите ну да да вот есть возможности тем более что в принципе в чехии вот это так называемое белое пиво на вайсбир по-немецки оно в принципе до изобретения вот этого пузынского лажака лагеря оно в принципе доминировало то есть его пили существенно больше а эта традиция фактически совершенно исчезла и она начала возрождаться лет ну наверное 10-12 тому назад и ну и получается что людям нравится ну в принципе да разнообразие что же хорошо безусловно даже если отличные лагера у вас все замечательно но все равно хочется попробовать что-то конечно я просто помню когда мы с друзьями лет наверное еще 20 что ли мы где-нибудь там в районе 2005 года пробовали всякие региональные пиво вага да они варили в принципе как бы лагер да но немножко другой и было интересно да в праге в праге было были три-четыре как бы бренда да вот из крупный и все и мы ездили куда-то там на край где кто-то привез там две бочки откуда-то из северной морави обычно оказалось что в общем то не стоило ехать да но с другой стороны и таких людей видимо все больше и больше так что этот запрос стал удовлетворяться и действительно есть люди которые сейчас ходят специально в пивные где где постоянно меняются кегли и даже вот традиционные пивные да у меня такая одна любимая такая рабочая крестьянская пивняк который до того как там запретили курить там действительно дым стоял такой там рабочие там всякие которые мусор вывозят и так далее то есть такой вот классика классика но и там а сейчас у них два крана с пивом который меняется так что запрос дошел даже до таких вот запретили и айперии делают да да конечно потому что оказалось там в принципе много помогли те пивовары которые после поведения железного занавеса поехали куда-то работать то есть есть один из основателей вот все это движение пивоварня матушка это отец сыном а отец просто был очень хорошим всегда и в 90-е годы его приглашали там от Англии по Японию и Австралию и он ездил учить местных пивоваров варить правильный чешский лагерь и заодно учился от них как варить вот все эти эйли и так далее и он когда потом вернулся домой то он еще немножко варил потом сказал что пойдет уже уходит на пенсию но его сын который он в тот момент был 16 лет поступил в пивоварское училище в среднюю школу и он его уболтал что они у себя на даче под Прагой открыли пивоварню которая сейчас считается одной из лучших да вот если посмотрите там на там рейдбир и так далее то она там в первой пятерке А как с домашним пивоварением обстоят дела? Ну домашнее пивоварение у нас по сравнению например ситуация в Украине регулировано то есть мы по закону можем варить 200 литров в год 200 литров 200 литров в год ну и все то есть легально но это очень мало 200 литров что такое 200 литров что тут скажешь да но мы даже основали для этого дела гильдию домашних пивоваров и начали переговоры с властями там просто оказалось что норма про эти 200 литров в этом законе осталась бог его знает с какого года даже никто не помнит откуда она взялась Да собственно говоря кто помнил что можно варить пиво дома да фактически никто никто этим не занимался только вот там энтузиасты потом уже в 90-е А у вас тоже да получается что все большие заводы в основном варили и дома мало кто Никто то есть я никогда в жизни не слышал чтобы кто-то варил дома Вот еще один миф развенчан то говорят что в Чехии практически каждый второй просто дома пивовар Нет у многих там особенно в Моравии какая-нибудь там колонна стоит и делают там сливовицу и там всякие Ну понятно у нас тоже таких полно То есть есть развито конечно виноделие вот на юге Моравии которые кстати нет я считаю несправедливо они могут для себя без любой регуляции делать 2000 литров вина и еще могут продавать А пивовары 200 и все Ну это какая-то несправедливость Вот и мы поэтому как раз основали ну в том числе поэтому основали эту гильдию и сейчас как бы переговоры дошли до того что таможенники которые у нас как бы управляют всем как бы что касается алкоголя Сказали ну давайте мы вам не будем поднимать вот этот лимит но если вы будете варить больше вы там уплатите там налогами облагают в принципе да но как бы небольшими надо сказать как бы то есть ну то есть на гривны это будет типа на гривну с литра на 2 гривны на 2 литра Ну даже меньше чем у нас у нас 278 акциз Ну это да уже промышленное А дома варить сколько хочешь А дома да дома мы можем варить сколько ну только не продавать Ну а у вас конечно только и для себя даже ну может у меня семья большая Я могу там 100 литров в месяц варить и они все будут моей семьёй употребляться там и родственниками например А у вас получается нельзя этого? Фактически нет Кошмар Даже если бы условно говоря как бы я записал там я не знаю жену там тёшу там вот Все равно это типа на одну семью Так что Какие-то драконовские меры просто И главное никто абсолютно не помнит как этот закон вообще попал Какой-то шпион у вас в парламент пробрался и драконовский такой закон принял Кошмар Ну продвижение есть да получается что В принципе да Как бы надо сказать что Понимаете пиво оно объединяет да Даже когда идёте к таможеннику да Госслужащему Он тоже человек и любит пиво Он как бы да если бы там пришли что я не знаю вы хотите продавать я не знаю какую-то там парфюмерию То может быть это было бы другое отношение Да Они всё-таки стараются как бы найти как бы общий язык Найти какое-нибудь решение которое бы Понимаете То есть закон есть закон но по-человечески тоже Да на самом деле как бы закон есть но он фактически не может Ну то есть они да могут ко мне прийти домой и сказать там типа вот Ты сварил больше чем 200 литров пива А я вам скажу не сварил Хорошо правильно маши до свидания То есть я им должен показать То есть на доверии так Фактически да То есть я им единственное что закон Что я им должен показать бумагу где я записывал когда я варил Не ну понятно это такое никак не отследить но всё равно сам такой закон какой-то непонятный не о чём Как будто мы хуже виноделы Да Как-то непонятно Ясненько Спасибо огромное за беседу Спасибо огромное за приглашение и экскурсию Может когда-то съезжу в Чехию Очень хочется именно съездить на заводы и пообщаться вообще с маленькими пивоварами тоже Правильно говорите пиво объединяет Спасибо большое Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok